Певица Ирина Ортман не случайно оказалась на производстве зефира. Здравствуйте! Добрый день! Всегда мечтала узнать, как же готовится одно из моих самых любимых лакомств. Покажете мне, как готовится? Непременно! Начинается производство с приготовления сахарно-паточного сиропа. Это основа зефира. Низкокалорийный и полезный, эту сладость сделает яблочное пюре. А вот за пышные формы зефира отвечают яичные белки. Они натуральные? Да, натуральные. Яичный белок поступает в виде порошка на производство. А далее, для того, чтобы его использовать, его необходимо растворить в воде. Здорово! А чан такой огромный. Сколько же в нём литров? Около двухсот. И сколько из двухсот литров яичного белка можно сделать зефира? Около трёх тонн. Ничего себе! Впечатляет! Но сначала все ингредиенты необходимо тщательно взбить. На производстве за этот важный этап отвечает машина «Аэратор». В считанные секунды она взбивает белки, сироп, яблочное пюре и желирующий компонент пектин в однородную воздушную массу. Так, а что происходит с этой массой дальше, Юль? А дальше зефирная масса вот по этим трубам поступает в формовочную машину. Ну вот, наконец-то я вижу зефир таким, каким он должен быть. Здесь происходит его формовка. Он такой красивый. Форма практически совершенна. Но чтобы он получился таким вкусным, как мы привыкли его кушать, он должен пройти несколько этапов обработки. Пойду посмотрю. По конвейерной ленте зефир отправляется прямиком в холодильник. Низкая температура закрепляет ажурный узор на его поверхности. Ну что, откуда, с какого ряда можно взять? Любого какой понравится. Ай, он липкий. А липкий зефир, потому что еще не прошел предпоследний и важный этап – припудривание. Я так понимаю, это уже финишная прямая, да, Юль? Да, действительно. И зефир уже совсем не липкий. Совершенно верно, потому что здесь мы его уже обсыпали с сахарной пудрой. То есть зефир, как женщина, чтобы ему быть прекрасным, нужно слегка припудриться. Именно так. Сейчас мы будем с вами склеивать две половинки. И придумали это делать. Вовсе не для красоты. А потому что нижняя часть половинок зефира после припудривания остается липкой. И для того, чтобы он не прилипал к упаковке, его склеивают попарно. Другое дело зефир в шоколаде. Глазурь покрывает всю поверхность лакомства. И склеивать половинки нет необходимости. Шоколад застыл, зефир готов. Осталось его только расфасовать. Чем я сейчас и займусь. Выбираю самые красивые. А эту коробочку я обязательно возьму для своей мамы. А вам я желаю, чтобы ваше утро было таким же добрым, как и мое. Приятного чаепития! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова